Всем привет! Железнодорожный вокзал Костромы. Мои небольшие путевые заметки. Иду на работу, у меня нет режима самоизоляции, я не сижу дома, работаю в структуре РЖД. Впереди я вижу, не поверите. Ласточку, скоростной электропоезд. Ласточка в Костроме. В то время, когда все сидят дома, железнодорожники работают, испытывают ласточку на протяжении пути Кострома-Москва. Несколько лет назад это уже делали, но не получилось. Есть проблемные участки. Состав довольно длинный. Раз, два, три, четыре, пять. Так, и здесь. Раз, два. И здесь пять вагонов. Два состава по пять вагонов вместе прицеплены. Я надеюсь, испытания пройдут благополучно. И очень скоро, победив зло эту чуму, мы будем ездить в Москву на ласточке. Дорога будет занимать чуть больше четырех часов. Планирую, что поезд будет ходить три раза в день. Так, вот и моя ласточка подошла. Я бы сказал, черепашка. Все, я погнал на работу в Ярославль. До следующего включения. Всем пока. Пока, ласточка. Город Нерехта. Еще одна моя путевая заметка. Да, всем привет. Железнодорожного вокзала города Нерехты. Это старый город между Костромой и Ярославлем. Приехал на этом поезде Ярославль-Иваново. Я возвращаюсь домой с работы. Время пять утра. Показываю часы на вокзале Нерехты. О, мне гудит ивановский паровоз. Пока, мол, Серега. Мой поезд стоит в тупике. Иду туда. В такое время я только на перекладных могу попасть в свой город. Все, Ивановец, погнал. Я сейчас верну на площадь привокзальную. Посмотрю. Сидит при доме Нерехта. Никого. Никого. Скоро народ пойдет на утреннюю электричку. В шесть утра до Ярославля. Да, люди работают. Старый Нерехтский вокзал. 150 лет ему уже исполнилось. Про Нерехту на моем канале есть репортажи. Приглашаю посмотреть. Ладно, пошел к поезду. Итак, иду в тупик. Слева Почта России. По этой дороге нерехчане идут на работу. На электричку. Очень много нерехчан работает в Ярославле. В Нерехте с работой плоховато. А вот и два утренних электропоезда. Слева поедет в Ярославль. А справа в Кострому. Где свет горит. У каждого по четыре вагона в составе. Вот такие рабочие будни. Пишите, понравились ли вам мои путевые заметки. Ролики такого формата. Поставьте что-нибудь. Я всем пожелаю здоровья. Все будет хорошо. Пока-пока. До новых встреч. На дальней станции саду. Необходи май. С высокой ветки в детство загляну. Ты мне опять позволь. Позволь мой край любимый. Быть посвященным в эту тишину. Ты мне опять позволь.